Прежде всего, хотела бы поблагодарить адресатору конференции за приглашение. Итак, я перехожу к предложению основных результатов, которые были получены недавно, совместно с Карханом Акхановичем. Вообще, мой доклад – это естественное продолжение того доклада, который он сообщал вчера. Мы таким образом решили работу, которая сейчас находится в печати в докладе Академии наук, разделить на две части. Вот один Кархан Акханович докладывал вчера, второй я сегодня. Поэтому какие-то вещи я буду повторять, поскольку некоторых слушателей вчера не было, но что-то будет новое. Итак, постановка задачи. Рассмотрим некоторый самозапряженный оператор S, порожденный в выборном пространстве по кратично интегрируемой функции выражения минусами дважды А и граничными условиями директора. Хорошо известно, что спектр такого оператора дискретно состоит из собственных значений вида n квадрат, а все собственные функции – это функции типа синус nx. Дальше символом при малой от x я обозначу многочлен с вещественными коэффициентами степени ниже 1 и вот рассмотрю такой оператор PMS. Каким образом устроен этот оператор? Ну, очевидно, области определения этого оператора – это множество всех таких абсолютно непрерывных на отрезке 0 и функций, у которых все производные до 2n-1 порядка тоже абсолютно непрерывны, а все производные до n-1 порядка в точке 0 и в точке P обращаются в 0. Значит, и таким образом этот оператор действует на произвольную функцию из области определения. Действует он следующим образом. Вот на любую функцию из области определения оператор действует лор по такой схеме. То есть формально мы многочлен вместо переменной подставляем оператор минус d2 по dx2. Таким образом, выражение, которым порождается оператор PMS в гибридном пространстве L2, я его обозначу символом L2 и Y, и еще раз подчеркну, что это дифференциальное выражение с постоянными коэффициентами 2n-2 порядка. Спектр этого оператора тоже достаточно просто устроен. Это известно, что собственные значения этого оператора будут иметь Pm от k квадрата при всех k1, 2 и так далее. А собственные функции не зависят от многочлена, и это те же самые, что и были для оператора S. Ну, парень из 2 делить на P, чтобы была система обмонимирована в собственных функциях. Дальше я предполагаю, что λ равно 0 является регулярной точкой рассматриваемого оператора, то есть 0 не принадлежит спектру нашего оператора. Символом R большой обозначу резольвенту этого оператора. Значит, известно, что резольвент является интегральным оператором, ядро этого оператора я обозначу символом GXT, и так и хорошо известно, что это не что иное, как функция грива всматриваемой задачи. Значит, вот задача у меня обозначена символом 1. Еще раз напомню, что формы ужитые – это не что иное, как производные нашей функции до иное минус первого порядка включительно в точке 0 и в точке P. Задача перехвентка. Значит, что здесь следует сказать? Что вот функция грива такой задачи строится достаточно просто, в разных книгах это описано, Кархан Афаныч вообще подробно вчера приводил конструкцию. Значит, эту конструкцию я привела на слайде, но подробно описывать не буду, что здесь следует сказать. Вот те формулы, которые здесь приведены, мы переписали из справочника по обыкновенным дифференциальным уравнениям Канки, есть в Найморке и в других книгах. Значит, то есть функция грива строится через достаточно вот такой простой определитель. Единственное, может быть, здесь следует сказать, что я понимаю под У, вот этими И, У, 1 от Ж и так далее. Это не что иное, как житая производную функцию У по переменной Х, когда Х либо 0, либо П. Половина из них. 0 и половина в точке П. Ну, здесь подробнее останавливаться не буду, надеюсь, что это все известно. Ну и вот основным отправным пунктом всех дальнейших моих разговоров это будет вот формула 3. Значит, всюду далее я предполагаю, что многочлен ПМ от Х таков, что вот ни при каком К из множества 1, 2 и так далее, ПМ от К квадрат не равно 0. Тогда для функции Грина рассматриваемой задачей справедливо разложение 3 по собственным функциям. Это естественное такое разложение. Таким образом, что же у нас получилось? Что с одной стороны функцию Грина можно представлять как вот некоторый определитель, с другой стороны это вот такой ряд. Значит, ну, эту формулу я, наверное, переключу, чтобы в дальнейшем мы перелисываем несколько раз с вами. Я буду на нее ссылаться неоднократно. Значит, что здесь следует сказать? Вот давайте заметим, что если мы вместо Х подставим Т, то что у нас получится? В числителе будет синус квадрат КХ, а синус косинус двойного угла интегрируем в пределах от 0 до П, ну и тогда вот очевидным образом получается вот такое простое тушенство. То есть ряды такого типа достаточно просто вычисляются через интеграл функции Грина, ЖХ, где функции Грина легко считаются. Ну, в частности, вот если мы рассмотрим случай, когда у нас многочлен ПМ как квадрат, есть не что иное, как просто К квадрат, то есть М равно единице, то что получается? Сумма К от единицы до бесконечности 1 делить на К квадрат, это интеграл от функции Грина, а функция Грина в этом случае вообще быстро считается, или можно там в разных справочниках найти, это будет Х делить на П, П минус Х за Х. Ну и если быстренько все это дело посчитать, то это будет Т квадрат делить на 6, известная формула Эйлера получается моментально из всех этих представлений. Итак, я двинусь дальше. Значит, дальше мне понадобится вот известное разложение следующих функций в РИДе. Эти разложения тоже можно найти в различных учебниках по математическому инвесту. В частности, я переписывала из сборника задач Демидовича, есть фектонгольцы в других учебниках. Значит, что я дальше делаю? Вот я использую вот это разложение, функцию GXT. Умножаю на функции, которые представлены на слайде, интегрирую в пределах от 0 до π. И что же получается? Значит, что при Z от минус 1 до 1 включительно, но опять же при условии, что многочлены ПМ от К квадрата не обращаются в 0, ни при 1 К, из множества 1,2 и так далее, мы справедливы формулы 4 и 5. То есть мы получаем не что иное, как интегральное представление вот таких степенных рядов. Это может оказаться весьма полезным, как считают Кархан и Карханович, что может возникнуть какие-то новые формулы, которых нет в справочниках. Значит, что здесь следует отметить? Единственное, что вот эти разложения, они несправедливы, когда Z от минус до 1 до 1, исключая, мы здесь вот добавляем еще 1. Ну вот, например, справедливость первой формулы, покажу, почему это так. Для второй чуть более сложно, но все то же самое на самом деле. Когда мы Z отставляем равное единицу, здесь, если внимательно посмотреть, вот одна вторая, сокращается и получается интеграл. Здесь при Z равном единице 1 делить на ПМ К квадрат, то есть в точности вот та формула, которая вот у меня получалась внизу слайда. Вот. Для второго равенства все то же самое, но чуть-чуть там похитрее, нужно вот посмотреть, какие тут есть соотношения. Значит, дальше. Все-таки в названии моего доклада присутствуют многочлены Эйлера и Бернолли. Немножечко напомню, что это такое. Вот определение многочленов Бернолли и Эйлера представлено на слайде. Также нам понадобится разложение многочленов Бернолли и Эйлера в ряд F и E, причем многочленов Бернолли и Эйлера с четными номерами, многочлены Эйлера с нечетными. И понятие так называемой полиологарифмической функции по ряд ТС, это что такое? Это ряд К, от единицы до бесконечности Z в степени К делить на К в степени С. Значит, что мы делаем? Значит, вот если я в это равенство вместо Т подставлю Х, получу синус квадрат, опять по точной схеме синус квадрат за меня 1 минус космус двойного угла, и тогда, сравнивая те ряды, которые получаются, у меня получается... и вот это разложение для многочленов Бернолли, то есть фактически там такой же ряд, сравниваемый коэффициентный при соответствующей степени, получая, что для функции GXX справедливо вот такое достаточно простое представление через многочлены Бернолли, причем B2 с индексом M это не что иного, просто числа Бернолли, на самом деле здесь стоит B2M в нуле, но, как известно, это просто числа Бернолли. Там сумма стоит. Сумма пропущена. Почему? А я? У меня как сумма. А вот нет. Нет, я сравниваю вот такой ряд, когда Х это равно, и ряд разложения многочлена Бернолли вот в ряд. Там же ряд при косинусе будет, и там, и там, и соответствующие коэффициенты. Теперь далее. Что далее? Вот замечая вот этот пак, что функция GXX таким образом представляется, теперь я вот эту GXX, которую удалось выразить, подставляю вот сюда. И что еще? Заметим, что когда Bm от K2 есть не что иное, как K в степени 2m, то есть многочлена DX в степени M, здесь получатся вот те самые полилогарифмы. которые, определения которых я вела. Таким образом, формулы 4 и 5, да, еще чуть-чуть тороплюсь, формулы 4 и 5 вот таким образом получаются. Таким образом мы получаем новое представление вот этих полилогарифмических функций через вот такое интегральное представление, где я участвую, в том числе и многочлены Bermuda. Значит, что здесь следует отметить? Что вот эти формулы, когда Z строго лежит от минус 1 до 1, были получены сравнительно недавно, в 2007 году, вот югославским математикам, работа представлена на слайде. Ну и если вместо Z подставить единичку, то получим просто представление Z-функции Риммана. Ну и с отключением, что бы еще хотелось рассказать? Вот всю ту технику, которую я привела до этого, применить к тому же, к дифференциальному оператору, порожденному тем же, к дифференциальному выражению минус Y2, а может другим ограниченными условиями, в Y0 есть Y', в P есть 0. Уже можно получить представление функции Грина через, соответственно, многочленные рейдера. Ну и все формулы, вот эти интегральные, которые там были приведены, просто переписываются на этот случай. Спасибо за внимание. Спасибо.